Шаг за шагом будут развиваться процессы, про которые не плавали и не знают. Поле боя обширнейшее. А уже все чертежи повыкидывали, уже не думали, что это когда-то потребуется. Не пропадем по рублям-то, не пропадем. Кавычки вы мои услышали в голосе, да? Я смотрела ваше выступление в Твери, Коль, на днях. Там я была веселее. Я понимаю, что карту России я красными точками не разрисую. Когда встанет вопрос о росте безработицы, я просто вам могу сценарий рассказать. Звучит как прививка сейчас. Формат периодизма может немножко изменяться. Как-то у нас не про экономику. Что-то да, мы ушли куда-то. Я, наверное, сразу вот так вот немножко провокационно поставлю вопрос. Давайте представим, что вы сейчас работаете в правительстве. Что бы вы сделали? Сбежал. Ушли бы в отставку, да. Я так и думала, что вы так и ответите. А если бы такого варианта не было? Не понимаю. Не понимаю. Потому что масштабы изменений таковы, что справиться с этим полностью невозможно. Переход к командной экономике, как было озвучено, мобилизационной экономике, как сегодня сказала глава Верхней Палаты, не представляется убийственным для российской экономики. Соответственно, у меня нет ответа на ваш вопрос. А латать дыры, которые разрастаться будут день ото дня, тришки ковта. И это занятие тяжелое, тоскливое, но что-то как-то отчасти решающее, в частности, но не меняющее ситуацию в целом. Мы сейчас видим только первые последствия в виде роста цены и девальвации. Они случились быстро. Поскольку это уже которая девальвация в России за последние 13 лет третья, народ, ну, помним, 9 декабря 2014-го, ровненько идем, ровненько. Примерно каждые 6-7 лет этот кирпич бьет по башке, и у жителей России уже, видимо, как бы есть некоторое привыкание к таким весьма регулярным ударам. Поэтому воспринимается это, ну, было, плавали знаем. У всех есть доллары. Ну, у кого есть, у кого нет. Тут другое. Потерпим мы это. Уже проходили. А вот помимо этого, сейчас не так быстро, шаг за шагом, будут развиваться процессы, про которые не плавали и не знаем. И люди этого, по-честному, почти не понимают. За исключением тех, кто работает на предприятиях, иностранные собственники, которых уже сказали, что они уходят. Тут вам как бы явили картину мира четко. И, ну, непонятно, что дальше. Три месяца они получают зарплату, все законопослушные, положено по Трудовому кодексу ее выплачивать, ее три месяца выплатят. А вот дальше, даже если вы скажете, что мы национализируем, мы заберем это имущество, а что вы на нем будете делать? Это интересно. У вас нет ни комплектующих к этим автомобилям. Технологические линии созданы под эти комплектующие. И вот эти радостные разговоры, что придут китайцы и все нам помогут сделать, они выдают какую-то бешеную инфантильность нашего общества, которое не понимает масштабов проблем. Второе. Не сейчас, но в течение второго квартала. Мы будем видеть все чаще, как уходят импортные комплектующие. Не потому, что запреты в виде санкций. Вот это надо понять. А потому, что очень многие иностранные компании не хотят поставлять в Россию. Это моральные вещи. Это не связано с вашими выгодами и издержками. Это мощное давление общественного мнения в Европе и в Америке, которое видит то, что не показывают российским телезрителям и приходит от этого в ужас. Поэтому снижение потока комплектующих. Напоминаю, что очень многое перевозится, уже много раз говорила, в контейнерах. Крупнейшие глобальные контейнеровозные компании отказываются поставлять грузы на Россию. Это не санкции. Это сознательный отказ бизнеса иностранного. Потому что это сильные репутационные издержки. Общество в этих странах не поймет компаний, которые будут продолжать поставлять. Все как раньше. Так уже не будет. И это означает, что я просто перечисляю отрасли. Это означает, что все наше транспортное машиностроение, а это производство прежде всего вагона, уже устало повторять. Сапсан, стрижи, ласточки, либо Синес, либо француз. Компонентов огромное количество. Но не сразу. Пока ресурсы этих поездов есть, они будут работать. А когда потребуются запасные детали, как будем делать, непонятно. Дальше. Энергетическое машиностроение, Сименс, турбины большого диаметра, мощные турбины, которые мы выпускать не умеем. Уже в который раз, повторяю, в Москве 30% энергомощности это парогазовые установки совершенно современные и импортные большой мощности. Но сейчас работают хорошо, а дальше? Любому оборудованию требуются ремонты и комплектующие. Парогазовые установки, это вы имеете в виду всякие ТЭЦ? Да, на теплоэлектростат. Прежде всего выработка электроэнергии, а потом отопление, да, вы правы абсолютно. Дальше идем. Нефтегазовое оборудование. Да, что-то мы за эти годы успели или чуток импорта заместить, не так уже провально, потому что зависимость была от 60 до 90%. Что-то как бы заказать китайцам. Они умеют что-то делать, но хай-тек в этой отрасли, самое современное оборудование, они делать не умеют. Уход нефтесервисных компаний, которые постепенный, они будут уходить тихонечко весь 22-й год. Но они бурят с современными методами, они подготавливают месторождение к эксплуатации российскими компаниями. Да, не во всех компаниях устроено так. Сургут нефтегаз в основном делает сам. Часть в Роснефте делается сам. Но в очень значительной мере, особенно на трудных, называется трудноизвлекаемых месторождениях, без этого оборудования невозможно. Поэтому мы можем ожидать, что сокращение добычи нефти, даже не по причине той, что отказываются частично покупать, а просто потому, что технологически не сможем возместить убывающие месторождения, будет сокращаться существенно быстрее, чем заложено в планах, стратегиях развития ТЭКа. Там и так заложено, что это будет сокращаться, потому что у нас нет столько легко извлекаемой нефти. Дальше. Те, кто занят на строительстве завода Арктик-2, Арктик-3 по газожижению. Вот ввели первый Ямал комплекс. 80-90% оборудования там, импорт. И это уже санкции его не поставят. Это чисто подсанкционное оборудование, которое электроэнергетика, нефтегаз, там это запрет. Запрет. Металлургия. Она наша, родная, отечественная. Но немалая часть имеющегося в ней оборудования, листопрокатного, более современного, это импорт. Отчасти китайский. Но китайцы делают по западным технологиям. Какие-нибудь там австрийцы или бельгийцы разрабатывают, локализуют производство в Китае. И это оборудование потом, шеф-монтажа, извините за умные слова, поставляется на магнитку. Там нужны запасные детали. И я не очень понимаю. Согласятся ли компании западные, которые имеют свои заводы в Китае, это оборудование поставлять. Поэтому поле боя обширнейшее. Люди этого не понимают. Я немножко уже повторяюсь даже не в третий, не в пятый, а в десятый раз, но я вынуждена сказать, что наше суперуспешное сельское хозяйство. Все на импортных семенах. Семена, инкубационное яйцо и ветеринария. Что такое птицефабрики? Что такое свинокомплекс? Наши, отечественные. Без современной ветеринарии это будет то, что называется массовый падеж скота. Потому что им надо делать прививки, скученность большая, это же огромный комплекс. И вот так вот, когда все это под стройка, пожалуйста, уже следствие девальвации. На стройке очень много было гастарбайтеров. Уже был дефицит до всякого 24 февраля, потому что доехать трудно. А сейчас еще падение рубля, ну, фактически делает на 60%, ну, на 40%, да, менее оплачиваем труд этих людей. А это тяжелый труд. И уже понятно, что столько не построено. Более того, они ведь и работают на заводах, производящих стройматериал. У нас уже постройки, дефициты цемента, бетона, потому что не могут предприятия столько производить. Нет работников. В 22-м году еще как-то, а вот в 23-м нас ждет совершенно четко снижение объемов водожилья. Впервые за все время мы в 22-м году, и в 21-м уже подошли, 50-50 многоэтажки и ИЖС. Все знают это слово индивидуальное жилищное строительство. Мощный рост цен на стройматериалы, на металл, в сочетании с падением доходов населения, ставят под вопрос многие планы домашних хозяйств построить дом, дачу или что-то такое. Дальше. В многоэтажках те же проблемы с обеспечением стройматериалов и со строителями. И уже по оценкам в прошлом году мы ввели 43 миллиона квадратных метров, а в 22-м, я-то думала, удержит пока этот уровень, мне казалось, что пока сильно ничего не меняется. Уже в оценках 37, то есть мы будем уменьшать вот жилье. Бизнес, видя процент на ипотеку 22-28. Цена ипотеки в большом счете он понимает. Тогда единственный способ это помочь и стройиндустрии, запустив горы льготных программ по ипотеке. Не тот набор, который сейчас есть. Он есть, но он весьма ограниченный. А просто вот как-то удивительным образом субсидировать многим категориям домашних хозяйств стоимость ипотечного кредита. Смогут? Не знаю. Не знаю. И вот смотрите, я по всем секторам прошлась, промышленность, агросектор, строительство, транспорт. Что тут плакать? Самолеты. Все. Мы все поняли. С самолетами все понятно. Будем пересаживаться на железнодорожный. А тогда детские вопросы. Вообще-то тоже ремонтировать надо. У нас в пассажирских поездах тоже есть детали импортные. Пассажирский городской транспорт тоже вопрос. Все видели красивые наши трамвайчики московские. Я уже опять повторяюсь. И много чего там тоже есть. импортные детали. Теперь сектор услуг. Но кто не знал, только в четырех отраслях сектора услуг это торговля, это авторемонт. Вы скажете, а что машину-то не меняем, будем ремонтировать. А компоненты, а запасные детали. Серый рынок наладит. Но стоить это будет очень хорошо. Вот такой вот огородами ввоз запасных частей. Казахстан получает какой-то уникальный шанс. Не уверена. По небольшим ручейкам, да, их нельзя отследить. Но что-то крупное партиями ввести, это будет вопрос еще контроля внешнего, не казахстанского, как вы понимаете. Посмотрим. Российский бизнес невероятно адаптивен. Невероятно. Но каковы будут издержки вот этого пути огородами, мы пока не понимаем. Третье. гостиницы столько бизнеса летать не будет. Столько ездить в Москву смотреть ее красоты не очень получится, потому что ну как бы с деньгами напряженка. И четвертый сектор это то, что называется корявым советским словом общепит, бары, кафе, рестораны. Если у вас меньше денег в кошельке, вы скорее всего начнете экономить на этом. Итак, вот эти четыре только сектора услуги шире. 20% занятых в стране. 20%. А если брать регионы, то в третий регионах от 20% до 27%, то есть больше средней. Поэтому я сейчас шла к вам, смотрела на людей, гуляющих по нашей пешеходной улице на Сковской, беззаботных, веселых, спокойных. Пока все работает. Пока люди еще как бы очень медленно адаптируются к меняющейся ситуации. Их можно обвинять и в бессердечии, и в легкомысленности. Я не буду. Потому что человеку свойственно спасаться от меняющейся реальности иллюзиями. Но предупредить о меняющейся реальности я их должна. Мовчан недавно тут написал пост, в котором сказал, что это первый в истории эксперимент по сворачиванию такой большой экономики. Вы как думаете? этой экономики от очень сильной включенности в глобальной связи. А это вообще возможно сейчас в современном мире? Возможно. Я могу способы назвать. Только опытные люди сказали, что они тоже не очень легко реализуемы. Вот, например, у вас продвинутый завод по производству пассажирских лагонов или локомотивов с большим количеством импортных комплектующих. Даже не буду называть этот завод, я его знаю. Но когда-то этот завод производил то советское, что называлось купейный, плацкартный, кто помнит, и в принципе теоретически он может вернуться к этому. То есть уйдя от технологически продвинутого уровня куда-то вглубь советской промышленности. Мне один человек сказал, что скорее всего так и будет. А другой человек сказал, а уже все чертежи повыкидывали, уже не думали, что это когда-то потребуется, и станки под это уже посмотрим, мы не понимаем. Но то, что будет сдвиг технологическую отсталость очень сильный, это абсолютно понятно. Непонятна скорость, масштабы и направления. Но везде, где Россия включена в глобальный мир, будет нарастать технологическая отсталость. Люди говорят, да нам китайцы все заметят. Во-первых, китайцы не производят все, то, что нам нужно. Кажется, с китайцами договариваться будем 200 лет. Нет, нет. Я вас уверяю, что китайские машины на российском рынке появятся в больших количествах очень быстро, может даже потихоньку локализуют сборку, хотя зачем? Вы производите их в Китай, поставляете в России, милости просим, покупайте. Только цена на тульском заводе хавал, полностью китайская сборка, за этот месяц выросла вдвое. Итак, когда вы монопольный поставщик и нет альтернатив особо, вы вольны по цене устанавливать ту планку, по которой, как вам кажется, еще смогут покупать. Она будет опытным путем устанавливаться. когда Россия будет вынуждена большую часть сырья отправлять на Китай, во-первых, не сможем по нефти, пропускной способности нет, а нефтепроводы так быстро не строятся, а Транссиб уже забит, там больше возить невозможно, просто невозможно. А танкеры гонять из Балтийских портов через, так вспоминаем, Суэц, Индию, туда, в сторону Китая, дорогонько получается. Ну, не говоря о том, что западные танкерные компании далеко не все повезут российскую нефть. Поэтому мы, Китай, будем продавать сырье Китаю дешево, потому что сузятся альтернативы. Возможно, часть нефти удастся пристроить в Индию, вполне возможно, только я уже знаю дисконт по цене. Ну, при средней цене, сейчас она гуляет, то 116, 120, там, то 110, дисконт составляет 27 долларов за баррель. То есть вы сразу отнимаете от этой суммы примерно четверть. Вот так устроен этот новый мир. То есть вы хотите сказать, что от высоких цен на нефть мы ничего не получим? Нет, мы частично получим, даже если мы меньше будем продавать, но я не специалист по нефтяному рынку. Не забывайте чудесное слово девальвации. Продаем-то мы в долларах, а выплачивать бюджетный, то есть а бюджетный газ уже в рублях продаем. Нет, нет, нет. Когда берутся налоги, главный налог НДПИ, налог на добычу полезных СКП, он рассчитывается от долларовой цены. А в рублях-то она, ну вспоминайте, было 70, стало, сколько у нас сейчас там по курсу, я не очень слежу, а курс, ну, 110, курс, ни о чем не говорит. А тем не менее, вот вы получите в бюджет денег на эту вот дельту больше. Поэтому не пропадем по рублям-то, не пропадем. Только на этот рубль купить будет гораздо меньше возможно. Поэтому и проиндексируют, и зарплаты бюджетников, и пенсии пенсионерам проиндексируют. Но вот давайте так, практически я уверена, что масштабы индексации будут существенно меньше масштабов инфляции. Ну так всегда бывает, мне кажется. Да, я жила в 90-е и помню. Поэтому люди, которые не хотят в эту сторону думать, я их понимаю, это психологическая защита. Но желательно все-таки понимать, что мы не сразу, не бегом, а вот шаг за шагом входим в очень мощный кризис, типа которого в России никогда не было. Вы скажете, а 90-е? Нет, я скажу о 917-й. Ой, мама, ну тогда на территории России шли военные действия, и мама-то моя, какие? Нет, у нас под рукой. Это кризис, навчан тут абсолютно прав, я с ним полностью согласна. Этот кризис, превращение страны, Россия, включенной в глобальный мир, в остров России, не полностью, нет, он не будет тотальным островом. Лекарства будут поставлять. Сейчас перебои связаны с ажиотажным спросом и с нарушением большим логистическим. Не едет. Во-первых, трудно продавать, пока вы не понимаете курс. Вы себя же в убыток не будете продавать, правильно? Стабилизируется курс, тогда можно будет считать, да, по чем, сколько стоит логистика, и как бы свой бизнес-расчет сделать. Лекарства будут поставлять. Что-то из продовольствия, они не санкционны, да, но мы уже так на Западе-то немного покупаем. Но вот то, что у нас, например, введен запрет на экспорт зерна до конца июля этого года. И это означает, что зерно в России подешевеет. Ну, затоварка происходит, потому что, когда вы 35-40 миллионов тонн зерна вывозили, когда вы были первым в мире по объему экспортером пшеницы, теперь все. Значит, зерно дешевеет, хлеб точно, ну, начиная вот с этого момента, дорожать не будет, за этим будет жесточайший контроль. Но я могу порадоваться за наших людей, что с хлебом как-то проблемы порешают. Но заработки в агросекторе сколько будут сеять на следующий год, когда вы понимаете, что вам невыгодно это делать? поэтому вот сельхозгод этого 22-го будет очень показательный, потому что аграрий тоже будет думать. Это и фермеры, это и крупные агрохолдинги, сколько сеет, чтобы не оказаться в прогаре. Поэтому невероятная степень неопределенности, невероятная. Для экономики это всегда очень плохо. и не мгновенные последствия. Не мгновенные. Вот это месяц, другой, третий, четвертый. Очень многое зависеть будет, как вы понимаете, от того, что не у нас, а у соседей. Я очень аккуратно выражаю. Но даже и если это придет какой-то договоренности и стрелять перестанут, санкции не снимут. Это вопрос лет, а не месяц. Но с логистикой станет как-то поспокойнее. Наверное, перестанут отказываться перевозить, если закончится стрельба. Но пока я не вижу подвижек в таком направлении. Честно говоря, была гипотеза, что когда закончится стрельба, то в принципе все эти моральные дилеммы разрешатся и многие смогут вернуться. Но для этого получается, что стрельба должна закончиться в течение трех месяцев, пока они окончательно не ушли. Я в этом мало что понимаю. Я очень надеюсь, что это закончится как можно быстрее, но последствия принятых решений российская экономика будет расхлебывать годами. Годами. Сейчас часто говорят о том, что запрет на вывоз пшеницы и соответственно ситуация в Украине тоже, где не будет скорее всего сева или он будет какой-то непонятный, может привести к голоду в Африке. Вы как к этому относитесь? Ну смотрите, Россия и Украина в две страны дают 20% объема экспорта пшеницы. Вот все, что на глобальном рынке, как экспортный продукт. Если брать по странам, то Россия основной поставщик в Египет, в Турцию и в Ран. Можно ли это сейчас заместить? Сложно. Я не знаю, куда продается украинское зерно. Ну как-то мимо меня прошло. не знаю, в Африку или куда, но то, что этот ресурс вздорожает существенно, это абсолютно. Вы знаете, если в нашем обществе как-то не проявляется эмпатия к ближайшим соседям, боюсь, что она про Африку думать не будет совсем. Я не суждеваю, что они будут думать про Африку. А цены вырастут безусловно. Цены вырастут. Все, что становится дефицитом, всегда эта ситуация ведет к росту цен. Ну весь мир в общем, конечно, лихорадит от происходящего. Я больше всего, знаете, не больше, потому что бояться пора переставить. Я дополнительно боюсь ситуации, которая называется «Назло маме отморожу уши». вот мы уже часть экспорта закрыли не только по зерну, но тут понятно, почему. Страх роста цен на базовый продукт питания. Мы закрыли часть экспорта сырья и полуфабрикатов для производства фанеры, потому что от нас зависит Европа, прежде всего Финляндия. Ну, Япония мы туда тоже поставили. Сейчас слышны разговоры о том, что мы закроем экспорт урана, потому что он идет в США преимущественно. Мы его добываем в Казахстане, подготавливаем, обогащаем здесь, и, соответственно, да, американские атомные станции будут испытывать некоторый дефицит. Но при этом целая урановая отрасль не получит доход. Люди, которые производят это только для России, столько производить не надо. Мы экспортеры. Уже слышал разговоры о том, что зачем нам продавать на глобальный рынок минеральные удобрения. Если мы перестанем продавать минеральные удобрения, а мы из производимых минеральных удобрений 80% вывозим. И вывозим, в общем, не в Штаты, не столько в Европу. Основные наши покупатели Латинская Америка, Южная и Восточная Азия, Юго-Восточная Азия. Ну вот на зломами отморожив уши можно, но тогда встают крупные предприятия, в которых заняты тысячи людей, и что будут делать Березняки, Соликамск, Пермский край, что будут делать Новгород, Годиакрон, крупнейшее предприятие. И я вот так могу вам не виновить это крупнейшее предприятие Ставропольский. Пока нет, но когда я слышу эти разговоры, мне становится страшновато, потому что, нет, конечно, бомбить Воронеж, это наш профессиональный спорт, Слушайте, ну может голову все-таки включать иногда. Вы слишком много от них хотите голову включать? Не знаю, не знаю. Мне бы хотелось, чтобы и люди тоже включали голову, но пока это наблюдается с трудом. И власти, но опять же, поймите, экономические власти разгребают завалы, созданные не ими. И предложения, которые я слышу, они исходят не от экономических властей, а из очень хорошо образованных людей в Госдуме, кавычки вы мои услышали в голосе, от громких политических крикунов, накажем, надеюсь, что этого не произойдет, хотя бы те предприятия и отрасли, которые не под санкции, которые еще могут продавать от целлюлоза бумажной промышленности до минеральных удобрений и дали по списку, они хотя бы будут продавать и люди там будут нормально получать заработную плату. Не знаю. Я уже, вы знаете, аккуратно выражаясь, я ничему не удивлюсь. Я смотрела ваше выступление в Твери буквально на днях. Там я была веселее. Так вот, вы там сказали, что, может быть, я неправильно вас поняла, что в случае падения добычи нефти и запрета экспорта единственный, кто у нас выигрывает, это Роснефть, потому что у нее налажены поставки в Китай. Она проигрывает меньше других. Давайте я уточню. Она проигрывает и потом не будет эмбарго. Мы уже понимаем, что это будет. Но это категорически не поддержит несколько стран Центрально-Восточной Европы, потому что они питаются с этим. И это, скорее всего, не поддержит Германия. У нее доля российской нефти меньше 20% в структуре потребления. Но, извините, есть Венгрия, Словакия, которые полностью зависят от южной ветки нефтепровода дружбы. Там же консенсусом решается, что все согласны. Пока это не так, пока это не так. Другое будет. Понятно, что будет по долгосрочным контрактам все продолжается. Их разрывать себе дороже, это большие экономические издержки. Издержки. По спотовым контрактам, когда на коротком рынке, на аукционе вы продаете, многое будет зависеть от логистики поставок нефти. Все, что везут танкерами, будет более уязвимо, чем то, что идет по трубе. А Роснефть менее проблемна, но я напоминаю, что Роснефть уже получила огромные китайские кредиты на строительство трубы в Восточную Сибирь. И еще дополнительные кредиты получала. И она сейчас часть нефти поставляет бесплатно. Она просто этой нефтью расплачивается за кредиты, взятые ранее. Поэтому там с поставками как бы ничего, а с доходом от продаж есть вопрос. Есть вопрос. Я думала, опять Игорь Иванович настоящий выиграет. Нет, нет, нет. Там как бы легче с экспортом технологически, но с финансами будем посмотреть, потому что дохода от части поставляемой нефти просто нет. Она идет в исполнение возврата денег по кредитам. И все. Чем легче, я объясню. В целом восточные месторождения они более молодые, у них дебет выше, и как следствие их можно останавливать, если что-то пошло не так временно, и потом снова эксплуатировать. На старых месторождениях этот фокус часто не проходит. То, что уже падающая добыча, если вы остановили, вы потом мучительно будете пытаться оживить, вам надо рядом скважины бурить. Ну что, я полезла не в свою профессию, я это знаю, да, но вам это расскажут гораздо более профессиональные люди, чем я в этой части. Давайте про географическое распределение проблем. Я вчера выступала на географической конференции и готовилась, сказала себе, ну давай, вот у тебя есть карта России, там с городами, с кучей точек, давай пометь. Я поняла, что у меня глаз не останется, потому что вот везде эти точки. Но самое главное, я это не могу сделать корректно еще и потому, что, ну вот я знаю, что есть Калуга, сборка, вот уже понятно, что ее больше не будет. Но я не знаю весь комплект смежников, которые поставляют комплектующие на заводы в Калуге. Да, там еще комплектующие канадцев, это Магнум, да, там тоже не будет. Но часть уже локализована на территории России. А как я узнаю всех поставщиков этой продукции, вы так, вы как бы поставщик, вы ее сделаете, а сборки-то нету, нету. Стало быть, цельный агрегат вы не соберете, и что с вашими комплектующими, кому их перекинуть, ну это же технологически, специфические вещи. поэтому я поняла, что карту России я красными точками не разрисую, информации не хватит. Информации недостаточно, может быть, можно посмотреть, откуда, где уже очевидные вещи, откуда начнется. Калуга. Вот Калуга. И причем, проблема в том, что это не только Калуга с ее тремя там зонами сборки автопрома. И это еще вся ветка Ворсина, Малоярославец, Обманск. Там огромное количество сборки холодильников, телевизоров. И будет ли это поставляться, вот корейцы, без шума, но потихонечку уходят тоже. Самсунг уже много чего не поставляет. Это очень большая занятость всего региона. Поэтому очень больно Калужская область. Второе, Калининградская область. Автотор то же самое. И не только это. В Калининградской области, но сейчас такого уже нет, вот этого разграничного бизнеса, потому что до ковида еще во многом закрылось. Но там, помимо автопрома, там еще туризм. Опять повторяюсь. Калининградский туризм развивался и рос на субсидируемых дешевых авиарейсах. Государство вполне разумно субсидировало эти рейсы, чтобы еще одна отрасль эксклавного региона, как правильно говорить, могла развиваться и расти. Хорошо. Можем даже субсидировать, а летать-то как будет. Вот вам и ответ. Поэтому Калининградская сильно попадает. Дальше. Все металлургические регионы, особенно европейской части, Бордашов под санкциями, стало быть, Северсталь будет с большим трудом экспортировать. Белгородская область, Старый Оскол, Усманов под санкциями, там вывоз и железородных окатышей, которые очень хорошо покупали в мире, качественное сырье, полуфабрикатное сырье, и меньшим объемом электросталей. Я не знаю, как справиться с проблемой Новолипецкий. Справятся. Будут искать альтернативных посещук, то, что не под санкциями. И я совсем не понимаю, как справиться с проблемами магнитка Челябинская область, потому что Рашников под санкциями. И, соответственно, да, у магнитки больше экспорт на восток ориентирован. Я не знаю структуру по странам, но это все равно потери. Это все равно потери. Регионы авиапрома. Комсомольск-на-Амур и Иркутск. Там и военные, и гражданские. Там сухой Суперджет и, соответственно, МС-21. Но МС, как говорят, там почти импортных деталей нет. Но только сроки сборки все отодвигаются, отодвигаются. Поэтому, что будет на Иркутском мавиозаводе, не знаю. Титан, который уже не покупает американцы. Боинг не покупает. Эрбаз пока, но он и не был крупным покупателем российского Титана. Я уже иду по городам. Верхняя Салда, север Свердловской области. Город, ну, по памяти, типа 50 тысяч человек. Весь город работает на завод. Ну, уже все понятно. В Свердловской области таких городов много. И в Синаре, где санкций нету, завод называется Синара транспортной машины. Это Верхняя Пашма. И он в Альянсе Сименс. Сименс ушел. Вот для меня самое печальное в том, что сильнее всего пострадают наиболее модернизированные производства и подотрасли. Те, кто смог благодаря глобальной кооперации двинуться вперед и работать уже в технологически новом времени. По ним ударит сильнее всего. Не кажется ли вам, что это может привести к распаду страны? Нет. Нет. Это приведет к технологической отсталости, усилению ее, объединению населения, усилению командных и мобилизационных форматов управления экономикой, переносу ответственности за происходящее на губернатор, что уже понятно, потому что им поручено рулить этими проблемами без полномочий и ресурсов. Те ресурсы, которым добавляются, ну, это слез. Ну, как всегда, центр ни в чем не виноват, а разруливать будут губернатор. Ковид версия 2, только в гораздо экономически более сложных условиях, потому что, когда был ковид, регионам очень сильно добавили денег на здравоохранение. Ну, ковид оказался не так уж страшен для экономики на самом деле в итоге. только я скажу вам, апрель-май, когда сидели в локдаунах, там падение было. Поэтому больше локдауна не было. Ни разу. Поэтому это не распад страны. Это глубокая провинциализация, усиление неэффективной вертикали командной и мобилизационной экономики, выживание бизнеса. Он и так выживал, но пытался кое-где развиваться. А сейчас это правда, это выживание бизнеса. Перенос части издержек на бизнес. Вот когда встанет вопрос о росте безработицы, я просто вам могу сценарий рассказать. Первое. Крупным и средним предприятиям под угрозой прокуратуры запретят увольнение. Сажайте на неполную занятость. Но это тренируется уже с 2009 года. Уже такие опытные. Хорошо. Если это короткая история, но 3 месяца, 4, можно посидеть на неполной занятости. Когда платится очень немного, это снижает издержки бизнеса. А если вы совсем не продаете, вы за счет каких финансовых ресурсов будете платить вашим занятым даже эту сильно урезанную зарплату. А судя по ситуации, особенно в подсанкционных отраслях, это не вопрос трех месяцев. Это вопрос как минимум до конца 2022 года. Там, где просто логистические сбои, это как-то выправится. Становится курс, что, опять же, критически важны в этих отраслях, где не санкционные. И это завершение стрельбы в соседнем стране. Критически. Если это не произойдет в течение месяца двух, то логистические перебои, скорее всего, проднятся до конца 2022 года. И, как следствие, на неполной занятости сильно не удержишь. Но государство будет под любыми прессингами заставлять бизнес брать часть издержек на себя. Иначе вас закроют. Второе. Государство будет еще жестче контролировать цены. То есть элемент рыночности будет сжиматься. Это надо очень четко понимать. Вот сейчас вас расследуют лекарственные цены. Мин, Промторг собирает металлургов и отжимает их по цене вниз, как хотите. Дает, правда, им некую маржу, заработать. Но контролироваться будет все абсолютно. Сейчас сахар еще начнут. Сахар уже давно, подсолнечное масло давно. Спекулянта собираются ловить, я слышала. Да вы что, вернулись. Добрые старые времена. Вы знаете, вот эта физиономия Советского Союза сейчас будет проявляться на негативе все больше, больше и больше. Ну, а как человек живший тогда, я же понимаю, куда это будет сдвигаться. Дефицит. Если будут давить Росцен, будут дефицит. И наш родной россиянин, возрастной прежде всего, который так хотел вернуться в Советский Союз, там было так хорошо, получит отрыжки этой экономики, вполне себе очевидной. А молодой россиянин, который от бабушек и дедушек слышал, от папы и мамы, кто постарше, как там было хорошо, убедиться в прелестях советской не вполне, рынок будет. Но сильно командной экономики. Вы знаете, звучит как прививка сейчас. Нет. Я бы не назвала это прививкой. Я бы назвала это протиранием глаз, которое может быть, тут я не очень оптимистична, приведет к включению мозгов. Это было бы неплохо. Но есть фраза, которая искупает всю невключенность мозгов. Запад нам гадит. Запад нам гадит. Мы одни против всего этого гадкого мира. И это очень сильно действующая фраза. Она попадает в одну из психологических защит. боюсь, что даже дефицит не почистит этот канал передачи вот этого вируса. Не почистит. Поэтому у меня полнейшая неопределенность с точки зрения, ну, понимания, с точки зрения влияния возросшей безработицы не договорила. На крупных и средних с помощью прокуратуры вы такие зажмете. Ну, раз будет, но они будут чудовищные. Ну, сейчас 4,6%, ну, до 8%, может. Ну, плавали, знаем. Мне кажется, что вообще в принципе в России вот эта цифра безработицы, она непоказательная. То, что у нас начинаются задержки выплаты заработок. И таким образом компенсируется вот эта штука. Мы решаем кризисные проблемы не через занятость, а через заработную плату, ее снижение. И так, скорее всего, будет. Но вот как удержать нарастающие проблемы, в секторе услуг у вас резко сократились поставки, допустим, косметики. А какие косметические у нас магазины? Женщины же пользуются. У вас парикмахерских практически все, чем вы моете, чистите, да, и даже стрижете импорт, они будут как бы не очень. Это с одной стороны, да, вот как бы то оборудование и предметы, которыми пользуются. А с другой стороны падение дохода. Ну, уже как бы и пореже будешь ходить. И уже в магазин косметический особо многие не пойдут. Да и не ходили они вот в эти высоко статусные магазины сетевые. Дальше. А в общепит тоже будет ходить реже. И мы будем видеть, что столько работников не надо. А это дико трудно. 20% занято вот в этих четырех только секторах. Я не беру фитнесы, я не беру турфирмы, которые работали на внешний туризм. Их и так ковидом подкосило. Сейчас уже на внутренний туризм столько не надо. Это понятно. Куча бизнесов будет сжиматься по причине сжатия платежа способного спроса. Вы там как людей заставите вот эту тетю владелицу парикмахерской заставить и поддерживать занятость. Пусть не полную. Невозможно ресурсов нет. Поэтому что будет там посмотрим. Я полагаю, что если доходы от нефти это еще один мой прогноз. Как я вам сказала, что вы прессовать и строго идти в неполную занятость на крупных и можно на части средних. То в малом бизнесе если будут неплохие доходы от нефти в рублях это подчеркиваю. Рост в рублях будет. Вполне возможно расширение программы зарплатных кредитов которая работала в ковидном двадцатом году и была нацелена именно на малый бизнес в уязвимых так называемых отраслях чтобы закрывать локдаун. Она сработала. 500 миллиардов использовали 460 простили. Понятно чтобы она сейчас сработала нужны гораздо более значимые масштабы вливания денег. будут они у бюджета или пожмотятся или судя по тому как они заложили на выплаты в 22 году пособие по безработице дополнительную сумму те же вот та же сумма которая была в ковидном 20 когда они облегчили вход за регистрированную безработицу это было очень правильное решение но не надолго понимаете фишка в чем ковид в острой фазе это несколько месяцев вот вот все а то что мы сейчас имеем формате упал отжался не не получается ресурсы государства не бесконечны уже в 23 году сокращение продаж нефти может сказаться и на доходах бюджета еще одну девальвацию будем делать например что будет со стоматологией которая наша платная услуга это платный бизнес полностью работающий на импортном оборудовании и на импортных материалах но это будет поставляться когда логистический шок пройдет это будет поставляться вопрос а сколько это будет стоить это и сейчас не дешево так как говорю сколько это будет стоить сколько людей могут себе это позволить и вот какой сектор развлечения будут умирать последними российский народ с песнями и плясками будет адаптироваться к новой ситуации но это будет песни и пляски в рамках попсы а наш высоко художественный бизнес музыкальный например будет объезжать всю Россию и непрерывно в ней гастролировать с одной стороны прекрасно что в город Воткинск собирается Гергиев замечательно потому что другие места ему сейчас довольно сложно поехать совершенно понятно что платежспособный спрос Воткинский на классическую музыку весьма ограничен но в России очень много городов но я пытаюсь хоть немножко в черном юморе но показать что российская провинция получит больше культуры да и попсы она получит больше потому что уже так не раскатаешься уже рынок этот сузился ездили же и в Израиль и в Германию к этим нашим русскоязычным которых там много все Знаете мне кажется какая отрасль разовьется сейчас маги и волшебники они экстрасенсы экстрасенсы вот это все темные времена они прям расцветают бурным цветом ну да начало 90-х я уж фамилии этих дяденек забыла Скажперовский помните да и второе чума не зажимайте себя ни психологически ни физически мне кажется это тоже вариант психологической защиты у людей да да согласна с вами полностью согласна поэтому это еще я не назову это одичанием это плохое слово хотя оно будет варваризация я слышала слово варваризация будет проявить меня все время пытали будет ли расти криминал мы видели это в девятом году я могу вам сказать по опыту резко увеличились грабежи дачи подмосковных потому что девятый год был тяжелый и как бы вот этот процесс пошел посмотрим про 90-е мы вообще не комментируем кто помнит тот знает что-то у нас сегодня с вами смесь невеселых прогнозов и черного юмора какая-то так получается ну а что делать сказать есть что делать есть что делать сейчас плохо и психологически будет ухудшаться экономическая для вас семьи ситуация вам есть что делать первое вокруг вас есть более слабые люди это ваши дети это ваши пожилые поэтому поддержка помощь любовь внимание это вас будет поддерживать тоже потому что вы помогаете тем кому труднее второе не спорьте с теми кто думает иначе это сейчас бессмысленно это разжигание злости сильное и ну гражданского раскола бесполезно вы ничего сейчас этим людям не объясните вот вот таких вот стычках мягко-мягко заметьте я ничего не говорю про Крей хотя я там очень много чего понимаю я не буду это делать по одной простой причине сейчас самая главная проблема это состояние голов российских граждан внутри страны потому что то что происходит это очень сурово не дай бог гражданская война вы хотите сказать нет ни это ни это никакая не гражданская война наша сейчас задача очень важна потихоньку очень спокойно объяснять тем кто думает иначе последствия происходящих это единственный способ чуть-чуть до некоторых достучаться потому что остатки рацио все-таки в головах есть угар пройдет но не быстро вы знаете как он проходит какое-то время вам поможет держаться вот это вот чувство большого российского патриотизма но когда вы понимаете последствия принятых решений формат патриотизма может немножко измениться он становится чуть-чуть другой он все равно патриотизм но когда в стране происходят такие тектонические изменения которых абсолютно спокойно можно было избежать надо людям это объяснить это задача не пропагандистская нет это задача достучаться до сердца и головы поэтому вы наверное это вырежете но я это скажу в Европе больше трех миллионов украинских беженцев такого не было со времен второй мировой войны россияне в эту сторону не думают увы как вы думаете вот тот отток людей активных людей интеллигенция которая уехала это как-то повлияет вообще на ситуацию или это ну смотрите отток во-первых есть ли какие-то оценки сколько их есть они очень разнятся минимальная оценка первой волны это 100 тысяч потому что уехало довольно много людей вот сейчас уже люди из айти бизнеса говорят что в апреле они ожидают еще 100 тысяч первое в первой волне были не только айтишники были нервные интеллигенты которые решили что вот сейчас все оно многие из них уехали в никуда и когда закончатся деньги они вернутся или когда хоть чуть-чуть решится проблема договоренности перемирия давайте назовем как хотите айтишники это новая нефть они свободны они почти все англоязычны в той или иной степени и на российской айти всегда большой спрос в мире ну хорошие у нас айтишники если вы конкурентоспособны и вам очень не нравится что происходит на родине вы принимаете решения которые вряд ли будете отменять сейчас они непросто сейчас они ищут места но сегодня я прочла что яндекс делает каворкинг для более чем сотни уехавших в Ереван его сотрудников он боится их потерять хоть там хоть на удаленке хоть как это очень разумная политика очень разумная я уже слышала о том что на крыло встали очень немало людей в Сберии те кто делал эту экосистему очень я аккуратно выражаюсь немало людей но в Сберии очень высоко квалифицированные люди это правда Сбербанк высасывал всех лучших айтишников то что у него преимущество зарплаты у него денег много да денег много поэтому вот сейчас ну про экосистему я думаю мы уже от грефа не услышим от слова совсем но айтишники как новая нефть это люди глобальной экономики и они раньше или позже свое место в ней найдут для части этот отъезд совсем не окончательный но он всколыхнул мощную эмиграцию лучших айтишных мозгов чудное слово не было такого называется релокация это масса релокация по-русски эмиграция эмиграция оба иностранных слова но релокация свеженькая и оно более нейтральное вот этот мир он настолько уже другой если вы профи если вы вы обратили внимание что россияне не работают подавальщицами в кафе ну это же массовая занятость у многих сиделками с пожилыми у нас эмиграция из России это эмиграция наиболее конкурентоспособных людей наука айти отъезд в образование с закреплением этих стран то есть Россию покидали самые конкурентоспособные в отличие например от Украины юг ехал работать общепитие Греции запад ехал сиделками при пожилых итальянках и так далее у нас другая была эмиграция учебная и рабочая на более-менее статусной квалифицированной позиции не знаю что будет сейчас я думаю что значимая часть интеллигенции у которой нет компетенции и способов закрепиться ну всем же понятно что мир сейчас помогает украинским бежим бежим россиянам будет сложнее претендовать на какие-то формы поддержки это надо очень четко понимать вот мы все заплатим за то что случилось это не значит что будут презирать все может быть но это частный случай я думаю что просто раз у нас так мало эмпатии доброты к другим то и к нам будет меньше этой самой эмпатии ого тут можно уйти в дискуссию про коллективную ответственность и коллективную вину и их разницу друг с другом это другое никто же этих айтишников не будет выгонять увольнять это другое это просто отношение оно изменилось никто не говорит этим людям что вы отвечаете за то что сделано властями это понятно что они не отвечают но общий модус отношения изменился это не коллективное это стигма которую несем все мы как-то у нас не про экономику давайте что-то что-то да мы ушли куда-то я объясню почему меня сейчас тащат в эту сторону потому что все что я могла объяснить с точки зрения своей профессии что уже понятно я много что объяснила а то что еще непонятно не надо бежать впереди паровоза надо смотреть и понятно что картина более четкой станет в мае а еще точнее в июне если будет открыты как раньше статистические данные я очень на это надеюсь поэтому сейчас пауза аналитическая только вот добавляешь кто еще чего куда и начинается этап более широкого осмысления что происходит почему люди так реагируют и от профессии уходишь к нитям обобщения ведь массовая поддержка двойная первое это все периферии средние и малые города село терпели и потерпим молодец показал им Кузькину мать все нормально да почему именно периферии демонстрируют вот этот модус поведенческий так ярко в крупных городах когда смотрим бедность привычка к выживанию привычка к выживанию и очень сильное компенсаторное чувство принадлежности к большой силе которое может показать Кузькину мать первое крупнейшие города абсолютно четкий расклад возрастной ну конечно не все молодые думают они разные но значимая часть образованных молодых думает не так как старшие потому что старшие в общем уже вне зависимости от образования бэкграунда те кто смотрят телевизор они как бы вот они думают по телевизорам но поразительно что очень большая часть среднего поколения так же среднего для меня вот это большой сюрприз честно вам скажу про молодежь более-менее понятно они просто тупо не смотрят телевизор у них другие источники информации тоже неоднородные но общаясь с молодыми просто как преподаватель я вижу что там оно неоднородное восприятие но как бы там и те кто думает как я намного больше и те кто сомневается они задают вопросы понимаете когда человек уже задает вопросы это значит что он начал думать и я очень надеюсь на этот процесс думать поэтому регионалистика моя надо предупредить но я уже написала докладную записку про НХИКС нам положено писать да о всех рисках которые сейчас уже новую надо писать потому что рисков сильно добавилось ну скажут напишу ради бог но ведь мы никак не пристроены к принятию решений более того мы не знаем какие решения сейчас могут вытащить эту ситуацию могут ли у меня большие сомнения поэтому остается наблюдать и думать наблюдать и думать почему вы не уедете я не хочу зачем я состоявшийся здесь человек секир башка можно сделать но я уже основную часть своей жизни прожила во-вторых я занимаюсь любимым делом я буду им заниматься до тех пор пока мне это будет позволено делать поэтому нет психологически даже секунды такой мысли не было молодые но в панике потому что у кого дети да у кого вот это вот очень сильно эмоционально эмоционально нет все ушиблены все ушиблены но когда ты понимаешь что ты можешь что-то сделать делай делай ну вот и весь ответ опять банальность делай что должно и будь что будет ну что-то наша беседа состоит из трюизмов и банальностей но иногда в чумной атмосфере их надо повторять их надо повторять поэтому простите за множество повторов но другой информации у меня для вас нет другой экономики у меня для вас нет спасибо вам большое да не за что будем надеяться на лучшее будем и поддерживать друг друга ну что делать и это правильно